МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». У города же больше нет земли, как отнять у нас нормальные, хорошие дома, которые мы построили, и наша жизнь теперь просто под снос идет. Неясные перспективы. Владельцы частных домов в центре Липецка опасаются сноса своего микрорайона. Патриотизм каждый из живущих сегодня за эти 20-30 лет, прошедших после развала, особенно Советского Союза, понимает для себя по-своему. Любовь к родине в России – понятие классовое. Возможно ли сегодня возвращение к советским идеалам патриотизма? Мы всегда хотим, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе, а даже лучше. Поэтому у нас гораздо лучше и социальная защищенность, и отношение к детям. Школы, в которых учатся с удовольствием. Один день из жизни детей поселка совхоза имени Ленина. Жизнь с неясными перспективами. В Липецке целый микрорайон могут сравнять с землей ради строительства многоэтажного комплекса. Власти до сих пор не объяснили владельцам частных домов, что их ждет. Тем временем, возведение первой 25-этажки уже идет полным ходом. Подробности в нашем материале. Этот кусочек земли в самом центре города до сих пор застроен частными домами. Больше 50 лет назад здесь была окраина с садами и дачами. Теперь это дорогой и перспективный район. Вот только люди мешают с их приусадебными хозяйствами. Пока нам ничего не говорят, просто обременение на землю поставили, ограничение прав. Получается, мы никто. Вообще на своей частной земле, которую мы приватизировали, мы никто. Взволнованные жители обратились за помощью к местным коммунистам. Люди рассказали о том, что в мае конфликт перешел в открытую стадию. Им пришлось встать на пути грузовика, вывозящего землю со стройплощадки. Представители городской власти в этой ситуации поддерживают застройщика. Мы настоятельно рекомендовали застройщику разработать проект планировки. Потому что мы понимаем, что этот район перспективный для жилой застройки и для регулирования процесса последующей жилой застройки. Жители опасаются, что застройщик начнет централизованно выкупать их участки и явно не по рыночным ценам. Здесь будет такое уплотнение, что нужно будет убирать нас. И тогда нас перед фактом поставят, скажут, слушайте, ребят, ну давайте двигайтесь отсюда, потому что ну куда нам девать такое количество людей. По мнению коммунистов, в центре Липецка столкнулись интересы частного капитала и простых людей. Сегодня застройщику, конечно, очень выгодно иметь высокую норму прибыли с каждого квадратного метра. Здесь есть коммуникации, необходимые сети. Здесь не надо тратить огромные деньги за новое техподключение. Сергей Токарев напомнил, что подобный конфликт в Липецке уже был. На территории частного сектора возвели три многоэтажки. А вот строительство четвертой удалось остановить. Благодаря активному общественному протесту. Елена Кухарева, Антон Кириллов, Красная линия. Генпрокурор России Юрий Чайко заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли. По его словам, государственная программа безопасности полетов не соответствует международным требованиям. Об этом Чайко сообщил во время правительственного часа в Госдуме. Говорил генпрокурор и об успешной борьбе с коррупцией. Между тем, на должность главы совета директоров авиастроительной корпорации назначен Анатолий Сердюков. Будучи министром обороны, он был замешан в крупном коррупционном скандале. КПРФ требует уволить Сердюкова с новой должности. Проект протокольного поручения уже направлен в правовое управление Госдумы. Мы напомним, что господин Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 год. На этом посту он отметился возбуждением ряда уголовных дел, падением престижа армии, разрушением военного образования, чем нанос, на наш взгляд, непоправимый ущерб и армии в целом, и, естественно, имиджу этой армии. В КПРФ уверены, назначение экс-министра обороны на пост главы совета директоров авиастроительной корпорации является недопустимым. Нельзя на ключевых должностях держать людей, которые ранее были отстранены за серьезные нарушения. По словам экспертов, авиационную отрасль в России всегда возглавляли инженеры, специалисты, которые знают и понимают суть процесса изнутри. Сможет ли господин Сердюков справиться с этой задачей? Нет, не сможет. По самой простой причине. Он не специалист, он не инженер, он не летчик. Он слабо представляет себе, что это такое. По мнению коммунистов, назначение на высокую должность Анатолия Сердюкова в очередной раз показывает, что российское руководство не ведет реальной борьбы с коррупцией. Есть желание назначать все тех же обанкротившихся, проштрафившихся джентльменов, которые мало смыслят в науке и технике, но тем не менее берутся управлять сложнейшими техническими и экономическими системами. То есть это отражение глубочайшей порочности кадровой системы нынешнего государства. Когда коррупционеры сменяют коррупционеров. Это порочный круг, который приведет для нынешней власти к очень тяжелым последствиям. Реальные доходы россиян продолжают падать и в 2019 году. К такому выводу пришли эксперты из Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства. Они отметили, что вопреки ожиданиям правительства снизить уровень бедности в стране в ближайшее время не удастся. Коротко о других новостях. В России не хватает работников в сфере здравоохранения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата по итогам прошлого года. Дефицит кадров составляет почти 60 тысяч человек. Авиакомпании предупредили о сложностях развития региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо. Это может затруднить выполнение майского указа президента. К 2024 году половина рейсов должна выполняться напрямую в обход Москвы. Более 70% россиян считают, что сейчас неблагоприятное время для того, чтобы брать крупные кредиты. Об этом свидетельствуют данные опросов ЦИОМ. 66% респондентов придерживаются мнения, что нужно сокращать повседневные расходы и откладывать средства на черный день. Во время проверки фарша популярных торговых марок Роскачество обнаружило в некоторых образцах опасные для человека бактерии. По результатам исследования на российский знак качества может претендовать только продукция компании «Хороший вкус» из Свердловской области. Только треть россиян хотела бы видеть нашу страну сверхдержавой, сравнимой с Советским Союзом. Таковы данные недавнего опросов ЦИОМ. При этом число тех, кто считает сильную армию непременным атрибутом передовой страны, за пять лет снизилось. С 42 до 19%. Означает ли это, что патриотизма у наших граждан стало меньше? Или любить родину стали как-то по-другому? Ответы экспертов слушал Кирилл Гуцков. За последние 30 лет идея патриотизма в нашей стране претерпела значительные изменения. Если единый патриотизм в СССР был воспитан на победах советской страны и твердых социальных гарантиях, то сегодня гордиться нечем. И последние годы, когда власть ринулась, понимая, что она, разрушив, ничего не дала, а в поисках этой патриотической идеологической идеи, которую она хотела бы обществу предложить, оно бросилось то в Столыпинщину, то вот теперь приближается и старается там как-то вскарабкаться на подмостке Сталина. Но при этом вся идеологическая система нынешнего государства заточена на либерализм. Нынешняя власть пытается возбудить в людях патриотические чувства, в том числе с помощью пропаганды военных успехов. Но военно-патриотическое воспитание – это вспомогательный инструмент, а истинная любовь к родине воспитывается лишь благодаря организации, достойной жизни людей. Нам все-таки нужно, говоря о патриотизме, различать какой-то ландшафтный вариант патриотизма, любовь к березкам, к речкам и непонятно к чему, к своему полисаднику, и гражданское патриотическое чувство, которое заставляет человека делать что-то, приносить пользу своей родине, приносить пользу людям, обществу, в котором ты родился, вырос, и благодаря которому ты вообще стал человеком. Но если нет желания или возможности стать человеком, о каком патриотизме может идти речь? Какой патриотизм, например, у женщины, которая не может своего ребенка в школу повезти и заплатить за него? Или ее сын должен отдавать жизнь за то, чтобы она платила последние налоги, которые складываются в виде 12 миллиардов у этого полковника ФСБ. А у полковника ФСБ какой патриотизм? Ему эти миллиарды, лежащие посреди комнаты, надо куда-то адаптировать. За границей, купив замки, купив землю, купив и отправив туда своих жен, родителей и детей. Патриотизм – понятие классовое, подчеркивают эксперты. Представитель компрадорской буржуазии считает себя патриотом страны, из которой он выкачивает ресурсы. И его интересы не сходятся с интересами простого человека, который любит родину за то, что она к нему справедлива и дает ощущение уверенности в завтрашнем дне. Конечно, наше общество по-прежнему патриотично, потому что весь багаж культуры, русской культуры и весь багаж советской культуры, он работает на сохранение в людях в определенной степени развитое патриотическое чувство. Другое дело, что современные условия жизни, они, конечно, подвергают это чувство значительным перегрузкам. В современном российском обществе как никогда актуален запрос на достойную жизнь всех граждан, как условия для сильной экономики сильной страны. И о едином патриотизме в России можно говорить лишь когда есть общие цели и перспективы развития, а социально-экономическая политика государства будет проводиться в интересах большинства. Кирилл Гуцков, Людмила Михалева, Станислав Коваленко, Красная линия. Есть в нашей стране места, где патриотам быть легко. Одно из них – подмосковный совхоз имени Ленина. Там уважают и ценят своих сотрудников. И потому стараются развивать социальную сферу. В совхозе с населением в 5000 человек работают два детских садика и две школы, одна из которых считается лучшей в стране. Доказывать это на ЕГЭ отправились 40 одиннадцатиклассников поселка совхоза имени Ленина. Двор старой совхозной школы. За несколько часов до экзаменов кто-то пытается еще раз прочитать наизусть выученный материал. Кто-то отвлекает себя разговорами, а кто-то просто молча ждет начала испытаний. Ни уныния, ни нервозности. Наоборот, на лицах сосредоточенность и полная уверенность в собственных силах. Самое первое серьезное испытание в нашей жизни. Ну, мне кажется, пройдем его, будем оглядываться потом, понимать, что это все так, дело житейское. Спокойствие перед экзаменом объясняется просто. Именно это учебное заведение было выбрано Министерством образования Московской области в качестве экспериментальной площадки для апробации новых федеральных государственных стандартов. У нас постоянно на уроках мы готовились к ЕГЭ, поэтому время прошло не зря. В привычный учебный график школьников были внесены не только многочисленные факультативы, но и научная работа, которая требует много времени и сил. Совхоз имени Ленина не остался в стороне. Предприятие полностью взяло на себя обеспечение питанием всего учебного процесса. То, что дает бюджет, это само собой, но он не кормит завтраком детей нельготных категорий среднего звена, а мы кормим всех за счет спонсорской поддержки залу совхоза Ленина. 9 миллионов в год. Именно в такую сумму предприятию обходится школьное питание в отдельно взятом учебном заведении. И эта цифра увеличивается каждый год, ведь число молодых семей, желающих жить в совхозе, постоянно растет. Мы давно приняли решение, что будем кормить всех детей без исключения. Это дело, конечно, государства, но если государство с чем-то не справляется, то это дело бизнеса. В разе дороже совхозу обошлось строительство новой школы, построенной по уникальному проекту. С большими аудиториями, стеклянными стенами и просторными холлами. Заново, с нуля, продуман формат работы в классах. Проект «Школы будущего» разрабатывался здесь, в совхозе. За основу архитекторы, педагоги и инвесторы взяли опыт европейских школ. Школа построена по проекту, который придумывался совместно с педагогическим коллективом. В этом уникальность, потому что сейчас очень многие строят школы. Застройщик сдает школу, а потом туда заходит педагогическая команда и пытается все переделать. Всего за несколько лет своей работы эта совхозная школа стала первой не только в стране. Согласно рейтингу ЮНЕСКО, ей отдано первенство в списке лучших учебных заведений Европы. Рассчитанная на 550 учащихся, сегодня она принимает 800 с лишним человек. Основу учебного года число желающих учиться в элитной сельской школе будет еще больше. Несмотря на то, что учебные заведения находятся на балансе Московского департамента образования, решать проблемы расширения площадей вновь будет совхоз имени Ленина. Место для начальной школы уже выделено. Людмила Михалева, Станислав Коваленко, Красная линия. В Верховную Раду Украины внесен законопроект Владимира Зеленского о механизме отстранения должности главы государства. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Он также сообщил, что в скором времени в Верховную Раду поступит законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Коротко о других новостях в мире. Высшему Евразийскому экономическому союзу пять лет в Нурсултане прошло торжественное юбилейное заседание. Президенты пяти стран, членов ЕАЭС, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подписали пакет документов по вопросам экономики и интеграции. В Любляне прошли переговоры главы МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром. Они обсудили развитие экономического и инвестиционного сотрудничества. Словенский министр отметил, что Любляна и дальше собирается укреплять отношения с Москвой. Мощные торнадо обрушились на штаты Среднего Запада США. По меньшей мере 130 человек пострадали. Разрушены сотни домов. В нескольких штатах к ликвидации последствий удара стихии подключили подразделения Национальной гвардии. Китайская компания Huawei подала иск в суд США. Юристы корпорации намерены оспорить решение Белого дома о внесении компании в черный список и запрете американским фирмам продавать ей технологии и компоненты. Huawei считает эти меры попыткой вытеснить корпорацию с американского рынка. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгарт прославился тем, что призвал запретить игру Майнкрафт. На заседании Краевого парламента Единорос заявил, что она пропагандирует кровь и насилие. Вот эти игры вообще надо запретить. Понимаете, вот эти все сайты. И потом не будет этой гиперактивности, потому что что пропагандируется в этой игре в Майнкрафт? Ведь проще простого. Насилие. Почему и возникает гиперактивность? Предложение депутата раскритиковали эксперты в области компьютерных игр. Они заявили, что игра Майнкрафт, напротив, даже используется для обучения на занятиях в школе. Пользователи интернета предполагают, что Единорос просто перепутал игры Майнкрафт и Уоркрафт. Геймеры опубликовали петицию с призывом уволить депутата за отсутствие здравомыслия. Ее подписали более 20 тысяч человек. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин